в китае его назвали орлом в россии прозвали петухом я же назвал его свиньей и сегодня я постараюсь вам объяснить почему всем привет меня зовут виталик и сегодня у нас обзор на самую ожидаемую новинку двадцать второго года king song с 22 погнали значит перед началом хотел бы всех поблагодарить друзья тот кто кто смотрит мое видео кто вообще первый раз на моем канале немножко представлюсь да я снял ряд роликов по бегут мастеру где я рассказываю свой опыт использования на протяжении двух уже уже порядка двух тысяч километров я проехал на бегут мастер я записал два ролика где я купив новое колесо распаковываю его то есть впечатления с коробки у меня и по прошествию там 1200 километров я снял ролик который на данный момент набрал уже там порядка двух с половиной тысяч просмотров какое-то невероятное количество часов суммарно ролики по бегут мастер набрали там более там полутора тысяч часов просмотров что для меня конечно невероятный результат вот и кто знает кто видел мои ролики знает да что у меня был был я на определенном распутье в одно время когда я хотел заказать именно с 22 именно это колесо точнее она называлась с 20 я планировал его предзаказывать king song анонсировал до выход своего так называемого так называемого орла до в мир когда они представили миру этот ролик там во знаменитые где где летит там компьютерная симуляция орел да и они показали рендеры самые первые этого колеса до что произвело наверно они сами не ожидали я так считаю что произвело колоссальное впечатление на мировое сообщество и просто king song завалили завалили заказами там со всего мира и собственно первые предзаказы пошли когда они там еще стоили там ну цены сейчас не буду называть да там я я не помню точно но около 160 что ли тысяч там сто первым предзаказом они были вот я честное слово планировал заказать да я был в раздумьях если честно такой футуристический дизайн и я скажу вам что он действительно такое есть мне очень нравится внешний вид king song а у него есть ряд ряд преимуществ да и так же у него есть ряд недостатков о которых мы поговорим в этом видео кому будет полезно это видео там первое да это видео я создал для тех людей которые первое планируют купить данное колесо да второй момент видео я сделал для тех людей которые имеют данное колесо но не совсем понимают всех технических особенностей которые сделал king song да и третье я хотел бы сразу да сразу попросить до тех вот так называемых хейтеров до армию хейтеров которые там мне мне пытаются писать комментарии некоторые то есть вообще начнем с того что у меня 90 процентов положительных этих отзывов на ю тубе да то есть люди люди прекрасно понимают да когда человек говорит правду и когда умеют отделять рекламные видео от этого я я в свои в своем видео ни в тех ни в этих ничего не продаю ни какой коммерческой цели я не преследую да можно называть это я опять же скажу я не блогер никакой да я пишу данное видео без какого-либо сценария и там я не стараюсь кому-то там понравится я просто 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 это такое хобби да то есть колеса как вы все знаете они не проходят до просто так в жизни то есть кто-то становится на колесо это становится то есть каким-то новым этапом жизни когда то есть это невероятное чувство полета с которым хочется там поделиться со всеми людьми я даже заметил такое что все моноколесники так то есть когда становится на колесо становится добрее да и я в том числе стал добрее да но со временем да со временем это перерастает уже в какую-то обыденность там когда по прошествию там каких-то десятков тысяч километров моноколесо на превращается в просто так в повседневную можно сказать обыденность да и собственно вот эти ролики да они как-то какие-то то есть вызвали какой-то дополнительный азарт до который я снял то есть это тоже невероятно да когда ты снимаешься вроде как казалось бы на камеру ты как бы находишься да там рассказываешь какой-то железки а по факту так когда ты видишь статистику youtube что тебя смотрят там несколько тысяч человек посмотрела какое-то невероятное количество часов там просто и это постоянно растет то есть интерес у людей есть и поэтому хочется поделиться своим опытом тем более я сам чуть не купил это колесо и и то есть возможно возможно кому-то мой опыт будет полезен вот в этом видео нет красивых девочек крашеных мальчиков красивой картинки я ничего не продаю поэтому те кто ждет те кто хочет скорее точнее видеть красивую картинку там с красивыми мальчиками и девочками того велкам у нас есть соседние каналы которые коммерческие в которых там предлагают купить вам дополнительное оборудование с серьезным лицом с красивой картинкой на дорогие камеры сняты где вам предлагают потратить дополнительно к покупке колеса и так не дешевой еще 50 тысяч рублей за сомнительного качества услуги то пожалуйста вы просто закрываете это видео ставьте там свой дизлайк пишите комментарии что виталик это не твое ты не блогер интересные люди это мой личный блог вот а всем кому интересно услышать мое мнение пожалуйста ставьте там маму можете ставить палец вверх можете вообще ничего не ставить то есть это абсолютно я сам такой человек что я никогда никому не ставлю нет и я просто если мне не интересно видео я прохожу мимо если не интересно видео я просто смотрю до конца и все ну и как и все моноколесники естественно у нас на контент очень мало контента по моноколесной теме поэтому мы все друг друга знаем практически в лицо наше сообщество все друг друга смотрим я бы не сказал что мы поддерживаем одно из самых токсичных да я считаю сообществ это моноколесники ну недаром мы ездим там обособлено на одном колесе от того она и моноколесо сам по себе до один вот ну что поехали все теперь от только о моноколесе ничего не буду рассказывать почему я сделал такие выводы почему я его назвал в конце в начале видео свиньей сейчас мы с вами поговорим начнем значит с того да что там уважаемые готоводы не переживайте я не продал своего мастера тот кто следит за чатами там знает да я просто в один момент мне вот человек написал слушай они не тот как там а а как вообще с 22 с этим если сравнивать с мастером как вот я хочу может быть с 22 купить и вот у меня возникла такая идея да а не сравнить ли мне тем более мне самому было интересно самому было мне интересно попробовать это колесо так так мы мы знаем да что как есть такая поговорка да каждая лягушка хвалит свое болото ну собственно она и распространяется она в том числе и на владельцев с 22 вообще вообще я я бы сказал бы да я заметил такую особенность что ну я скажу за наше сообщество на за за наши этот люди у нас немножко воспринимают как бы очень отбитчиво любую информацию да я вот совсем не понимаю когда ты начинаешь критиковать допустим какие-то колеса то владельцы этих колес начинают на тебя обижаться что якобы ты говоришь о их колесе там плохо что-то я вот это так это такой вот интересный психологический момент да многие колеса ребята воспринимают как вот часть себя как будто ты на самом деле да я буду говорить о моноколесе с позиции вот почему мне было интересно я же я же именно что сделал я сделал объявление на барахолки до всем известный о том что я хочу поменять на время то есть попробовать с 22 а чтобы те ребята как у которые купили там с 20 они попробовали мастера до чтобы правильно сложилось впечатление о моноколесе да то есть недостаточно там я вот поражаюсь некоторых экспертов до которые про проедутся там 500 метров и начинают и начинают писать там свое свое там негативное как правило там или или позитивно и свое впечатление колеса то есть это ну колесо колесо к любому колесу требуется ни один ни два ни три дня привыкания до чтобы чтобы понять колесо нужно прикататься на нем то есть в первый день став там с там ей и если вы езди ездили допустим на каком-нибудь king song с там 16 с и вы встанете на с22 то в лучшем случае вы поймете это колесо там через километров двести когда вы проедете тогда вы только сможете объективно оценивать это колесо а все вот эти люди которые там в парке горького прокатнулись там на мастере на с 22 и пытаются написать о том что вот мне не понравилось она там какой-то это думаю вы просто глупые люди да вы просто не понимаете вы просто оправдываете свое колесо тем самым да понятно вы вкатались в этом колесе и я как 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 владелец мастера естественно объективно не мог оценивать с 22 по по одной простой причине потому что я проехал на мастере уже там порядка двух тысяч километров и чтобы мне понять мне нужно было не один день и поэтому я сделал такое объявление которое кстати в админ админ и барахолки всячески пытались пытались заблокировать до заблокировать администрация барахолки да по насколько я понял и не совсем понравилось я же видео про мастера рассказываю про о том что никакие дополнительные услуги не требуются да а видео набирает популярность и я так понял что тем людям которые так назовем скажем продают эти услуги и продают колеса им не совсем нравится да эта информация конечно же лучше иметь контент под своим контролем да так скажем и давать именно вам ту информацию до ту информацию которая не будет вас переубеждать в покупке до колес вот я же я же расскажу свои вот я проехал уже порядка 500 километров на данном аппарате я рассказываю расскажу вам о всех плюсах и минусах этого колеса без какой-либо да без какой-либо без какого-либо преследования корыстных целей видео получится долгим долгим видео получится поэтому вы ребята извините да там многие пишут там запиши там 20 минут на ну мне нравится да вот так вот поговорить на камеру я записываю там записываю длинный ролик да там в несколько дублей да говорю на камеру потом это все вырезаю какие-то моменты но к сожалению информацию я вот подаю именно таким образом то есть я не могу ужать ее до 10 минут и рассказать вам вкратце да это будет не интересно кто-кто я знаю точно да кто планирует и кто зарабатывает деньги своими руками да и ему не сыпятся с неба тот обязательно посмотрит этот ролик тому тот кто деньги тот кто деньги да там получается воздуха тому может быть не стоит даже смотреть этот ролик они потому что купят колесо продадут то есть для них там эти 200 тысяч рублей не играют роли но я знаю что большинство больше для большинства пользователей это серьезная покупка которые подходят и этот ролик там длительностью в час в полтора часа он будет очень полезными если я кому-то сэкономлю деньги деньги да которые он заработал и то я буду только рад да только рад этому вот а кому-то наоборот да то есть я помогу выборе он скажет да вот действительно мне вот много написала людей по мастеру да да действительно ты 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 правда там кто хотел там в городе покупать мастера но это абсолютная глупость абсолютная глупость по поводу сейчас не буду забегать этого я тоже скажу кому подойдет это колесо и кому она не подойдет но абсолютная глупость это покупать мастера в город в городских условиях носить его там на пятый этаж им в квартиры использовать его пока на покатушках по москве и то есть это видео поможет вам с выбором до сделать вам собственные выводы о том что нужно нужно вам его покупать не нужно покупать то есть смотрите до конца я постараюсь максимально 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 задеть все аспекты до которые касаются которые его касаются вот но все много разговоров на самом деле извиняйте все давайте 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 начинаем в общем начнем с внешнего вида а там уже а там уже потихоньку будем буду рассказывать о всех его достоинствах и недостатках неоспоримое преимущество kingsong с 22 это его дизайн 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 конечно это космический корабль который притягивает взгляды прохожих людей это я думаю так что когда king song наверно планировал выпускать данную модель они они наверно купили дорогого графе дизайнера которую они поставили задачу нарисовать такое колесо которая до способна будет запасть всем всем в душу да и я хочу сказать что дизайнеры которые работали над созданием этого колеса очень хорошо постарались они сделали прекрасно прекрасная футуристический дизайн прекрасный футуристический дизайн который просто производит неизгладимое впечатление на всех прохожих которые 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 видят его да я сам это испытал когда первый раз я поехал если допустим я там то свои маленькие колеса там такие как мсп там мастер когда они черненькие неприметные такие как бы вид мастер он больше на мотоцикл похож мсп это уже больше такая как бы больше игрушечный на вид транспортов я я сравнение с большими колесами то первый день поехав по мцд на с 22 ко мне подошло два человека и начали спрашивать а что это такое а сколько километров она едет не то что конечно я вообще сам по себе не люблю такие вопросы да я всегда отправляю всех с этими вопросами на на точнее в интернет не на я говорю что посмотрите в интернете и говорю цена 20000 почему потому что у меня была такая история я значит когда купил первое колесо свое king song 18 л да это было у меня вот я помню я учился с веревочкой катался по двору у себя и подъехали там ребята вообще незнакомые мне они видят что я мучаюсь на красный весь катается какой-то человек да не готова что это такое моноколесо а сколько стоит и я с глупости да там сказал полную цену этого колеса там я говорю ну купил там почти за сто тысяч рублей и вот когда в ответ услышал о да вы что да ты чё да лучше бы мотоцикл купил то в этот момент то есть я спорить ни с кем не стал я грану кому каждому свое да и после этого я зарекся что больше я никем никому никогда не буду говорить сколько стоят колеса там многие воспринимают о нас как моноколесников там либо о что-то интересное либо о дурочки какие-то на колесах да никто люди же циркачи циркачи дамы для большей степени людей вот это мантока моноколесники понимают да что что такое моноколесо для простых обывателей моноколесник это циркач циркач что-то какой-то странный человек который катается там на своем одном колесе вот и многие удивляются когда там видят меня за там 50 километров дома иногда бывают такие а мы тебе год видели там в центре москвы никогда внутри на колесе ехал свою для них это какой-то как будто я играю с игрушки вот хотя я использую моноколеса в рабочих целях там по полной программе так как 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 полноценное транспортное средство да у меня корма на колеса вот значит несколько человек подошло ко мне спросила я отправил их в интернет смотрите да круто круто ну такие такие вопросы да взгляд взгляд конечно же она привлекает людей до взгляды конечно это что-то что-то из будущего вот ну по поводу внешнего вида да досталось мне колесо с нашего клуба да с мы с моим хорошим знакомым андреем до обменялись колесами он взял мастера я взял с 22 здесь были установлены подушки я именно принципиальный был вопрос у меня я когда объявление в барахолке создавал о том что колесо мне требуется в стоковом исполнении я хочу понять стоковое колесо да мне не нужно вот эти доработки которые все делают поэтому я взял колесо на и попросил его здесь были установлены подушки кастомные я попросил его да мне родные подушки чтобы я мог оценить состояние колеса то которое она идет из коробки да вот ну что чтобы я что я хотел сказать да я заранее извиняюсь мой обзор будет будет периодически до пересекаться с мастером так как я считаю что мастер это прямой конкурент да на сегодняшний день king song с 22 вот и я волей-неволей буду сравнивать колеса между собой да вот что я хочу сказать то есть по поводу упоров давайте начнем с упоров внешний вид я уже сказал что футуристически просто космический корабль какой-то на с клыками с какими-то космическими чертами вот по поводу подушек подушки подушки на мой взгляд довольно неплохие подушки идут вы знаете я один день поездил на кастомных подушках которые были здесь установлены от известной компании там в моноколесную кругах там кастомайз моно кастомайз так есть есть этот они довольно неплохие они правильно сделанные подушки вот я считаю на данный момент они одни из самых там правильно сделанных и красивых до которые вот за заморочился человек да если вы хотите установить именно кастомные подушки я думаю что вам нужно посмотреть в сторону там моно кастомайзер но меня интересует именно столько исполнения поэтому я буду рассказывать про стоковое исполнение то есть подушки вполне себе да они чуть-чуть же они жесткие и по сравнению если сравнивать с мастером то эти подушки сделаны из более жесткого материала они 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 прекрасно справляются со своей задачей вот кто-то кто-то допустим при переходе я вот всегда советую всем если вы покупаете моно колесо то никогда не покупайте сразу вот эти кастомные подушки да почему потому что вам нужно сначала прикататься то есть все производители они там надо понять простую вещь да к любому колесу нужно привыкание и в том числе к подушкам если вы будете переходить с узкого колеса такого допустим как 18л вы будете брать себе kingson кс-22 то естественно вы в первое время почувствуете капитальный дискомфорт по причине того что колесо широкая и у вас ноги будут установлены шире то есть вам будет непривычная постановка на колесе для вас будет непривычно и за счет того что она тяжелая у вас икры вот эти вот в этих местах первое время будут болеть но я хочу вам что я вам хочу с уверенностью сказать что это у вас по проиши прошествию там 200 километров там ста километров когда вы привыкнете к управлению колеса это у вас абсолютно пройдет и у вас не будет проблем с этими подушками от слова совсем у меня вообще проблем не было я и стою сих приклеил поставил и я поехал так как я держу тоже на большом колесе там на мастере да для меня проблем никаких не возникло с этими подушками вот а задние вот эти упоры до задней то есть я поднастроил их под себя чтобы мне как я в прошлом видео говорил про мастера да мне очень важно именно от подушек мне нужно только одно это торможение я подстроил под себя подушки вот эти задние упоры они прекрасно справляются со своей задачей я если нужно оттормаживаться я сжимаю колесо между ног и просто оттормаживать вот что на меня произвело впечатление впечатление да я вам скажу это так называемые вот эти каблуки вот эти каблуки я считаю это просто просто какое-то открытие да для меня было я в первый день ездил они как-то были настроены под прошлого райдера под андрея так он ездил немножко этот и я решил под под подстроить под себя эти эти упоры да и что вам хочу сказать да взаимодействие с колесом вообще заиграла для меня по-новому до в новых красках вот когда стоит нога здесь да то есть при при допустим экстренных торможениях вы просто у вас вы пятки упираетесь педаль и приподнимаете носок и тормозите в эти упоры и они просто прекрасно по выступают помощником вам в торможении в торможении прекрасные упоры очень удобные очень удобно ими пользоваться я вам скажу что king song молодцы и сделали большую работу в плане вот подушек и это да хотелось бы чуть-чуть может быть чтобы они были помягче подушке это бы не мешало вот эти передние упоры они абсолютно не нужны это вот те кто рассказывает о упорах а упорах да это как правило те люди которые пытаются вам продать эти упоры вот эти подушки упоры это абсолютно абсолютная абсолютная бестолковая трата времени и вот кстати да этот сейчас да если вы в чатах если вы в чатах зайдете где идут обсуждение этих колес вообще я хочу до сказать что что вы должны понимать для себя да одну простую вещь да все чат и которые по обсуждению этих колес принадлежат тем людям которые рад продают распространяют аксессуары и продают эти колеса и также продают вот эти дополнительные услуги в виде гидроизоляции виде этот вот этих кастомных упоров которые они оппозиционируют что это просто какой-то маст хэв да что без них практически жить невозможно и вот эти купленные бро блогеры которые вам рассказывают о том что обязательные к покупке то есть вы купили моноколесо за 200 тысяч рублей и вы должны еще потратить 50 тысяч чтобы сделать его приемлемое это бред полный вот я хочу сказать вам ребята не ведитесь на вот эти уловки коммерческие все чат и если вы обратите внимание все чат и принадлежат именно тем людям которые занимаются распространением все кто продвигает вот эти вот подушки так называемые это все люди которые имеют с этого как правило процент либо они как в общем администрация чатов распространяет всем админом всех чатов эти подушки с целью рекламы и дальнейшей продажи их вам вот те кто рекламирует эти подушки и говорит вам что это что это необходимая покупка до обязательное что якобы без стоковом исполнении колесом пользоваться невозможно это лицемерие и вранье именно я вам заявляю с полной ответственностью я ничего не продаю опять же я вам я вам говорю что что в стоковом исполнении колесо имеет прекрасные подушки и прекрасные упоры единственно что вам нужно вам нужно привыкнуть в течение двухсот трехсот там километров к упорам если вы переходите с другого колеса с более маленького и настроить верхние упоры и нижние упоры под себя до чтобы вы привыкли к к управлению данным колесом тот неинтересный до комментарий написал человек там некий антону не буду называть до фамилии там кто кому интересно он может прочитать в этот в обзоре мастера я я ведь там тоже говорю что в стоковом исполнении мастер вообще прекрасный имеет упор и подушки и так далее и вот я понял что king song тут в плане вот этих упоров до мастеру было бы мастеру было бы ну просто замечательно бы иметь вот что-то такую конструкцию как ее сделал king song вот вот эти нижние упоры то есть они очень хорошие но до человек не пишет что я ничего якобы не понимаю и что упоры обезу без упоров там пользоваться стоком нельзя то так давайте хорошо хорошо я вот вам отвечаю до уважаемые вот обратите внимание как сделал king song king song да да и вообще все производители как проектируют свои упоры да если изначально там даже готовы имея мощные колеса мощные колеса до которые там сейчас самые мощные на рынке если вы хотите мощное моноколесо у вас выбор по сути только один это только готовый king song тоже ассоциирует себя с мощными колесами но они подходят к этому вопросу более более осторожно и сегодня мы заденем эти вопросы которые по чем отличие основное отличие king song от от готовые до так называемое вот так вот они проектируют все свои колеса с учетом безопасности до так называемый вот если вы обратите внимание почему king song делал сделал упор и не ярко выраженные то есть они имеют буквально пару сантиметров до они то есть чтобы ими пользоваться нужно постараться до нужно сжимать ноги нажимать и точно так же вы можете разгоняться как с кастомными упорами те же те же упоры которые предмет предлагают часто рынке они ярко выражены они просто огромные вот эти выступы которые здесь идут на колесе они имеют как правило там семь восемь сантиметров ширину в которую там без абсолютного там как бы вы не нажали вы точнее как бы как бы вы не стояли бы если вы захотите в них нажать вам не нужно сжимать у вас не будет соскальзывать нога и она будет в них упираться да у них есть ряд своих преимуществ вот опять же в к дрифте распространяют 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 сейчас такая вот если вы зайдете в чаткингсон да и вот вы почитаете то там просто будет вот эта куча вот этих купленных обзоров о том что так называемый шар пац и который там а алекса продает ну давайте вот начнем давайте я вот пройдусь по ним да и вы говорите я не понимаю да ничего в этих в подушках да я езжу на мощных колесах и я не понимаю да ничего подушках ну хорошо давайте раз рассудим рассудим с там с первое да что когда вы на кингсон кс-22 одеваете эти шарк пац и да во первых эти универсальные упоры которые не созданы в отличие от того же кругляка который создал подушки а я вставлю фотографии до который создал подушки именно под это колесо вот эти шарк пац и вы пытаетесь продать на все колеса которые вы продаете внешний вид колеса просто превращается в урода если то есть если стандартном исполнении колесо имеет такой красивый дизайн то вот эти универсальные упоры которые вы устанавливаете за эти по моему 15 или 16 тысяч рублей сейчас их распространяют без установки просто за эти подушки которые из резины выливают я кстати на них тоже пробовал ездить я сейчас вам скажу фундаментальное отличие стока от этих подушек да и и вы сделаете самостоятельно вывод нужно ли вам это или нет вот значит первое да это внешний вид внешний вид абсолютно убоги становится внешний вид урод просто урод становится колесо с этими подушками невзирая на то что вы их делаете в цвет да во вторых да я не понимаю зачем вы вот эти упоры ваши шарки до шарк пац и распространяете пытаетесь их сюда наклеить если здесь уже прекрасный упор и стоят но у стандартных упоров есть есть преимущество над шарк пацами это в их безопасности и сейчас и я постараюсь вам объяснить вот я взял взял вот обычный датану кроссовок вот я извиняюсь да я же без подготовки я говорю вот я взял обычный кроссовок и я попытаюсь вам показать вот когда вы стоите вот нам на моноколесе да то есть вы едете точнее да то есть при вы когда газуете вы становитесь да ну стандартно как нам на колесе что я вам буду объяснять вы педалью даете газ до когда вам нужно затормозить вы стандартно тормозите пяткой пяткой тормозите и когда вы приподнимаете носок вот king song сделали здесь такое небольшая как бы углубление в которое вы можете носком упереться упереться и экстренно затормозить шикарная просто просто отличная отличное решение которое они вот переосмыслили и сделали да но но чтобы как пошел и кадрифт да пока купа какой этот по какой дороге то есть что они сделали они сделали эти шарпации я ставлю фотографии вот и смотрите смотрите вот немаловажный момент как спроектированы эти упоры нижние каблуки да у king song с 22 если допустим в случае экстренной ситуации вот вот давайте представим с вами вы едете со скоростью 50 километров в час да там грубо говоря и у вас внезапно отключается колесо я понимаю что это редкий может быть случай да это ну практически может быть это да но это электроника надо понимать что ваша жизнь ваша жизнь зависит когда вы едете со скоростями почему все рекомендуют и производитель всегда говорит что прежде чем ездить на моноколесе там вы должны одевать полную защиту практически мотоэкипировку шлем и так далее потому что даже производитель не уверен что на ровной дороге у вас не произойдет отключение колеса то есть ваша жизнь по сути висит на конденсаторе каком-нибудь который установлен там контроллере и там mosfet нам на mosfet и транзисторы да то есть случае вот вы едете со скоростью там 10 20 30 40 километров в час 50 в случае экстренного отключения не знают вы может быть на какую-то яму наехали вы можете пробить колесо у вас просто гвоздь разрыв покрышки и все вам нужно экстренно экстренно спрыгнуть колеса что сделал это вот видите здесь здесь king song максимально сгладил этот момент чтобы когда вы из когда вы выходили из зацепа то есть у вас проект вы должны видите вот глад этот овальная форма у вас выход ноги производится то есть произвольно у человека у человека в случае там экстренного там отключение колеса инстинкты да у вас работает вы не вы даже не заметите у вас будет инстинкт вы же как если вы почувствуете что вы пошли вниз лицом естественно вы начнете ноги свои выбрасывать вверх инстинктивно да у вас инстинкт произойдет вам нужно максимально вот в этот момент эти доли секунды вам нужно максимально высвободиться из колеса почему потому что снаряд весом 40 килограмм который у вас в ногах вам нужно его освободить и выскочить и уйти так в так называемую скользячку вот king song предусмотрели этот момент и у вас нога должна по идее да это тоже дополнительная преграда и я думаю вот вы именно по этой причине не делает такие упоры да точнее они осторожно подходят они делают мощные колеса но они никогда не делают никаких зацепов если вы заметили да и они тоже не хотел даже даже быть его мспрс они ложат подушки которые не совсем да такие ярко с яркими упорами они очень аккуратно к этому вопросу подходят да king song вот они решил king song решил поэкспериментировать да прекрасные зацепы сделал но в то же время вот они сделали максимально скругление чтобы стрелучие экстренного вы высвободили то есть у вас ноги выскочили с этого колеса упор и естественно по это по этой причине они очень маленькие да то есть вы должны высвободиться колесо должно остаться сзади что сделала кадрифа и кадриф сделал опять же да если вы почитаете да их то всегда они делают упор что фиксация фиксация жесткий контроль колеса контроль колеса я вам скажу это фуфло какой контроль колеса вы же сделали если вы посмотрите на форму этих шарпатцев у них ярко 90 градусов в этот выражены упоры которые вот как king song сделал если он king song сделал их там буквально 2-3 сантиметра и сделал вот такой вот скругление для того чтобы нога выскочила у вас то есть что сделали в эко-дрифте в эко-дрифте сделали под 90 градусов просто упоры я фотографии вставлю да я их я их сам на них ездил и огромные вот эти в подушках верхних огромные упоры на хрена вот у меня вопрос на хрена эко-дрифт вы вы чего ждете вы ждете смертей или чего я не понимаю вы понимаете что вы по сути своей распространяете сейчас зацепы которые фиксируют фиксируют жестко жестко фиксирует ногу в моноколесе которое по сути своей транспортное средство повышенной опасности то есть в случае отключения хорошо мы представим такую ситуацию включи в случае отключения моноколеса на дороге или там случае экстренной ситуации что произойдет то есть вы то есть что произойдет вот здесь вот вот этот упор в 90 градусов то есть у вас происходит отключение у вас инстинктивно нога начинает идти вперед да вы делать вперед у человека нету инстинкта раздвигать ноги в случае x в случае экстренной ситуации наверное да ну ладно не об этом и об этом вот но по большей степени нормальных ребят инстинкт это выбежать высвободиться это вырос нога должен пойти кадре уже сделал вот эти вот огромные упоры с которых высвободиться вам не хватит просто времени просто вы поймите да те плюсы которые вы о которых мне вы мне пишите да что динамика там прибавляется там разгон контроль колеса да я с вами согласен но это если есть плюсы значит и есть минусы и минусы я считаю один из самых страшных до которых может быть минусов то есть это это минус отключение колеса и в случае экстренной ситуации просто колесо остается у вас нога отключенная и вы подбородком в лучшем случае то есть если вам надо энергию энергию погасить то есть человек по инерции будет гасить энергию сначала ногами потом будет падать руками то у вас по сути остается только руки и голова вы летите у вас ноги зафиксированы жестко жестко зафиксированы ноги вы просто вот по инерции вы не смогли вырваться вы просто уперлись в эти так называемый shark пац и вы летите руками бьетесь вы в лучшем случае себе ломаете руки потом вы бьетесь подбородком в асфальт а колесо у вас заблокированного нога и если вы видели как падают колеса колеса начинают вращаться при падении то есть они начинают то есть вот эта же энергия которая она же куда-то должна деться а у вас ноги вы представляете у вас в коле в ногах у вас находится колесо снаряд там 40 килограмм летящий со скоростью там 60 километров в час он имеет уже не 40 килограмм это можно рассчитать и я вам хочу сказать что в лучшем случае вы себе сначала ломаете руки потом вам сломаются у вас ноги и в худшем случае вам это колесо сломает позвоночник и у меня большой вопрос нужно она вам ребята не нужно я думаю да поэтому я вас прошу включайте свою голову не ведитесь на рекламу да никто из если бы если это произойдет по вине производителя в стоке да у вас произойдет несчастье да то ну естественно это будет там антиреклама да но есть это антиреклама будет естественно производителю но если у вас будут стоять вот эти вот так называемые вот эти кастомные подушки кастомные подушки то у вас шанс ваш шанс то есть травмироваться намного больше намного больше это мое мнение да если вы хотите оспорить его тут пишите комментарии внизу да и почему нет я вот и тому человеку ответил на который писал мне и отвечу с удовольствием но мое мое субъективное мнение я не претендую там на последнюю инстанцию да но это мое наблюдение и она действительно так просто логически нужно рассудить вот поэтому с подушками я вот на комментарии ваш ответил там орлов по моему там их фамилия там человек до писал что я не понимаю ну попробуйте теперь мне рассказать об обратную до сторону какие я получу плюсы какие плюсы получу колесо колесо если и колесо прекрасно прекрасные подушки прекрасные зацепы идут с коробки мне не нужно тратить никаких денег я никому не советую тратить если вы у вас есть лишние там 15 тысяч рублей вы можете поставить эти шар квадс и докатайтесь пожалуйста да но вы должны для себя знать такую информацию и и к древ не должен скрывать от вас ее как я считаю да а я вам говорю правду как она есть на самом деле вот поэтому делайте выводы сами делайте вы мне это не надо я не буду не собираюсь не ставить никакие шарпации что на мастер их ставят и уродную что они на с 22 их ставят то же самое уродуют это колесо вот и не дай бог это еще хрень которая там на хрен не нужно потом мы не сломает позвоночник это вообще лицемерие выше инстанции да так скажем вот поэтому все с подушками если вы хотите да если вы хотите подушки то закажите эти подушки у моно кастом айс значит про моно кастом айс да ну объективно да он сделал просто правильные упоры я фотографию ставлю опять же да просто человек заморочился и именно под дизайн красиво не так как и кадриф распространяет вот эту одну свою модель на все а он сделал именно именно сделал подушки которые которые они подходят под дизайн первую очередь да он заморочился сделал они не подойдут на не на какое другое колесо не подходит только на из 22 вот 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 это за это я ему респектую хотя да хотя интересный факт интересный факт да я же заблокирован у него в группе да если это видео наберет хотя тысячу просмотров для меня это будет уже хорошо реклама а я у него заблокирован группе я у него я купил когда мсп я написал помню вот в группе telegram я нашел я говорю ребята я хочу купить подушки у вас и сделайте мне этот как-то внув покажите там какие варианты у вас есть на мсп ну написал и написал ну день два три неделя проходит никто не отвечает там идут обсуждения какие-то чего-то другого я захожу значит группу я говорю ребята вы вообще чем здесь занимаетесь я неделю назад у вас спросил вы вообще продаете или здесь вы просто развлекаетесь и меня берут в этой группе блокируют представляете заблокировали меня и я я купил подушки на мсп у этого есть такой баре шутничок баре но кто за кто следит за этими подушками знают вот но на данный момент объективно объективно моно кастомасе единственный кто сделал более-менее правильный не с яркими упорами если вот вы обратите внимание даже сейчас одну минуту значит вот эти подушки моно кастомайзер ский да как он как он их сделал он их во первых спроектировал правильно то есть здесь и нету острого угла под 90 градусов который там вы выводит подушки точнее они не будут блокировать вам выход свободной ноги из зацепа вот свобода находится ну а они они просто здесь они эти подушки стояли здесь да я просто мне не интересны сами по себе подушки я опять же говорю это на ваш выбор да хотите покупайте да они там смягчают что-то какой-то комфорт у вас добавляется вот с этими подушками да у них упор есть торможение я считаю отлично и все но больше мне сказать и про них нечего подушки приемлемого качества не блокируют ногу как блокируют эти shark пац и поэтому если вам у вас есть лишние деньги то пожалуйста покупайте там по моему там 7000 рублей они стоят вот и пользуйтесь да в остальном в остальном с подушками наверно все да вот то есть сначала ребята проедьте сначала 200 300 километров не торопитесь там шинковать свое колесо просто по одной простой причине все производители все они пытаются все пытаются производители сделать максимально до свое колесо привлекательным да и безопасным да ну то есть все за них тоже не заинтересован чтобы это колесо сгорело у кого-нибудь дома там и этим самым просто продажи упали там до минимума да все все производители пытаются сделать максимально качественно и чтобы чтобы пользователи покупали то есть и молва да так как сказать по-русски находила только положительно да только положительные отзывы были до у их продукции вот поэтому с подушками подушки нормальные подушки можно жить прикататься я дискомфорта не почувствовал они ноги у меня высвобождают отлично все поехали дальше сидушка она в комплекте идет вот в таком виде вот я ее не стал не стал устанавливать да хотя вот мне андрей сказал если хочешь можешь поставить он не видал вот я как вы знаете не любитель езды вот это сидя да и так на нас смотрят косо когда сидя едет человек на моноколесе я понимаю там может быть может быть и комфорт даже не комфортно как может быть это и удобно да но выглядит это всрата это мое это мое личное субъективное мнение вот я попробовал сесть сюда я хочу сказать что сидушка не такая удобная как на мастере вот и есть у нее еще недостаток у этой сидушки как бы ну есть и есть да это сидушка а вот есть недостаток вот если когда вот вы стоите вот эта ручка ручка да это ручка переноски у этого у king song а вот то есть когда вы выдвигаете эту ручку колесо отключается она отключается точнее не отключается колесо отключается двигатель и вы можете установить в этом положении на подножку колесом либо вы отодвигаете эту ручку и вы за нее поднимаете где-то переносите если вам нужно там по лестнице где-то пронести где-то вам надо в общественном транспорте там став ступень высокую перенести то для этого существует ручка то есть когда установлено сиденье это сиденье вот видите она она блокирует эту ручку и чтобы до нее добраться вам нужно вот так рукой вот так вот и выстегнуть и потом только переносить это же самое туда застегать то есть это не совсем удобно для меня поэтому я не стал ставить если если владельцу этого колеса это понадобится он сам себе установит ее да вот то есть ручка ручка сделано хорошо вообще я хотелось бы отметить сильный сторону сильную сторону этого колеса это вот вот king song умеет делать ручки я вам хочу сказать у меня был 18 л когда-то с его легендарной ручкой с его с ее удобства наверно ничего не не может сравниться вот но тем не менее king song даже здесь они удивили меня да и сделали и сделали хорошие ручки вот и мы поговорим сейчас об этом ручка у данного моноколеса с его возможностью так сказать перевозки king song всегда славился своими ручками да и у меня было первое моноколесо я помню которое многие говорили что там ужасная ручка у первых моделей было установлено king song по ситуации тел но у меня была вторая ревизия ручки где тензодатчики так называемым были на микрике заменены я ответил 6000 километров я могу вам сказать что king song с его ручкой я по сей день являюсь поклонником эргономики этой ручки которую было установлено 18 тел вот одна из вообще лучшая 6000 вообще проехал на king song 18 без абсолютных проблем и я хочу сказать что инженеры king song они большие молодцы они в с 20 вот вот благодаря его дизайну они максимально вообще просто максимально задействовали все возможные возможности чтобы пользоваться колесом было комфортно вот во первых это вот этот вот клык вот этот первый до за который можно прекрасно взяться да и поднимать колесо это вот первое да как у кабана торчат да как у клыки вот вот у меня вот первая ситуация почему то была такая вот во вторых это вот это прекрасная ручка которая направляющий сделаны из такого мощного алюминия за которую я вам скажу что для меня это многие так говорят что это ручка супа подобная так называемые мсп до или как такие похожие ручки когда вот у мсп сзади урс находится эта ручка мсx когда вот за нее водить но я могу сказать вам с уверенностью что данная ручка превосходит ручку мсп на порядок лучше во первых она сделана из металла во вторых направляющие мощные стоят и в третьих когда вы ведете это колесо за счет вот этого тяжелого амортизатора да да мы о амортизаторе поговорим попозже конечно вот но я вам хочу сказать что-то когда вы ведете разворачиваете моно колесо и ведете его то есть амортизатором вперед то за счет того что тяжелое находится вот эта конструкция сзади колесо практически самой едет а да это очень интересное ощущение такое, когда я вот поднял, я пользуюсь каждый день МСП, у меня есть чем сравнить, где стоит точно такая же ручка. То есть я ее веду, а вот этот амортизатор как бы перевешивает немножко колесо, и колесо практически, то есть вам даже мизинчиком вы его просто вот, вы его ведете, а оно прекрасно едет вперед. Прям это какое-то особое удовольствие вести KingSong за ручку, я вам хочу сказать. Вот, прекрасно. Если, допустим, вам нужно где-то перенести, вы вот эту ручку откидываете, переходит колесо в транспортный режим, и вы его можете перекидывать, переносить. Отличные ручки, просто замечательные, правильно сделанные. Вот, если бы, вот мне хотелось бы, да, чтоб, если Готвей бы делал, да, ручки, да, лучше, чем вот, ну, хотя бы на уровне KingSong, то это был бы там, ну, неоспоримый плюс, да, 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 даже тот же InMotion, возьмем там, V12, у него там, вот это ужасные ручки, и неудобные, я считаю. Вот, вот, вот KingSong, он, вот это вот, сильная сторона его, да, поэтому с эргономикой управления вне колеса, так скажем, у него все отлично, у KingSong. Вот, прекрасные ручки, прекрасные зацепы, хотите отсюда, хотите оттуда, берите, отключайте колесо, хотите его, ведите. По высоте у меня, по росту, я дискомфорт для себя не испытываю, да, она не такая высокая, может быть, как у 18 тел была, да, но там я вообще спускал на нижнее положение и водил колесо. Вот, поэтому с ручками большой респект, KingSong, как всегда, на высоте. Значит, KingSong установил отличные педали с отверстиями, прошипованные все, просто огромные, под там, я не знаю, под 40, наверное, пятый размер ноги, вы можете комфортно ездить на этих педалях. Вот, единственное, что, что мне не понравилось в этих педалях, их внешний вид, да, ну вот, вот, согласитесь, вот эти вот, ну, вот этот вот внешний вид, ну, это на любителя, так скажем, они немножко выбиваются из внешнего вида, да, они сделаны, у них тут такие ребра жесткости и вот такие внутренние заусенцы. Вообще, хотелось бы, хотелось бы, да, то есть, отметить одну неприятную особенность, так скажем, вот этого всего дизайна, да, вот я коротко сейчас скажу, да, почему я свинья назвал его, да, это колесо, это по одной простой причине, да, то есть, вот этот вот дизайн колеса, вот эти все острые углы, вот эти амортизаторы, вот эти педали со всеми вот этими выемками, они имеют, вот даже, если сильно на эти фары посмотреть, они имеют один существенный недостаток, а этот недостаток, это его, когда его нужно помыть, почистить, да, это колесо. И вот педали не лишены, да, вот этой особенности, они вот сделали вот это вот очень много таких вот укромных уголков, которые там, если вы начинаете мыть это колесо, то просто у вас, у вас дадут все нервы, да, то есть, вот, вот, вот даже здесь вот внешняя сторона контроллера, вот эти все вот части, вот фары помыть, это я считаю, это практически, это если только там вот этими ватными палочками вы сможете здесь помыть, в остальном, то есть, уход за этим колесом, просто какой-то вот сил, которые вы затратите на уход за этим колесом, вы просто неимоверное потратите, да, количество сил, вот, и педали из этой, но педали из этой же серии, то есть, чтобы их вымыть, да, это вам очень потребуется много нервов, вот, но педали, что сделал King Song, да, какие у этих педалей есть плюсы, во-первых, у педалей есть два режима, два режима установки, это так называемый верхний режим, вот здесь, если вот вы посмотрите, вот здесь вот есть отверстие, да, я потом, ну, потом фотографии вставлю, да, здесь вот есть отверстие, и вы можете, вы можете педали опустить, тем самым увеличить рычаг нажатия на двигатель, воздействовать, да, на его мощность, на два сантиметра опускаются педали вниз, заводы, они установлены в верхнем положении для, для минимальной мощности, да, о мощности поговорим потом, вот, и Kingsong предусмотрел, педаль можно установить ниже, то есть вы устанавливаете ниже педаль относительно оси, тем самым увеличиваете рычаг и снятие мощности на двигатель, вот, это первый момент, второй момент, второй момент, педали, Kingsong предусмотрел выдвижение педалей, вот я в чате, да, многие ребята, ребята делают, дабы повысить мощность, мощность снизу, да, ну, чтобы подрыв был у колеса более мощный, они разворачивают, меняют местами педали, разворачивают и рычаг увеличивается еще, вот, на, вот видите, здесь отверстие есть, точнее, место для крепления, педаль выдвигается на 4 сантиметра вперед, где-то так, в среднем, да, тем самым вы увеличиваете рычаг еще больше, то есть, смещаетесь вперед и нажимаете, даете большую мощность двигателю при старте, но, я вам хочу сказать такую вещь, если вы развернете педали и сделаете рычаг сильнее на разгон, то вы теряете очень сильно в торможении данным колесом, почему, потому что вы смещаете центр тяжести, центр масс вперед, и при торможении, то есть, у вас уменьшается рычаг воздействия на колесо при торможении, и это, я считаю, крайне опасная затея, хотя KingSung это сделал, я не знаю, зачем они это сделали, но эта возможность есть, развернуть педали, выдвигаете педали вперед, просто нажимаете на них, и колесо начинает валить там еще интенсивнее, да, на разгоне, вот, насколько это безопасная функция, я пробовал ездить на таком колесе, вот, ну, о динамике мы поговорим позже, но я пришел в ужас, когда я попытался оттормозиться на педалях выдвинутых вперед, да, это был такой момент для меня немножко страшный, да, я всем телом начал валиться назад, а оно просто не останавливается, я привык, там, если я на мастере, когда мастер он и разгоняется и тормозит, то есть с одинаковым, усилием, то когда у S22 были вывернуты педали на разгон, то он вообще не тормозил, вообще, то есть, ну, это, это страшно, это, то есть, надо вообще полностью, там, чуть ли не ложиться, назад, всем телом, переносить всю массу назад, и тогда он там как-то останавливается, поэтому мы не стали выдвигать эти педали вперед, мы, единственное, что мы сделаем, мы вот эти вот дозволенные отверстия, которые здесь предусмотрены, мы опустили педали вниз, и, 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 и на этом все, как бы, на этом претензий к педалям нету, да, и вот их форма не совсем красивая, да, могли бы они сделать здесь что-нибудь, чтобы они выглядели покрасивее, а в целом шиповка ничем не, и, эти педали ничем не хуже тех самых там, хексов, так называемых, там, или лаптей, которые там продают, производят наши производители, да, так скажем, вот, хорошие педали, хорошие педали, отличный зацеп, шиповка, ну, когда сточатся, они, там, кто-то пишет, тут тоже глупости, пишут, там, говорит, шипы, говорит, нет, литые, ну, и что литые, какая разница шипы, как будто вы на хексах эти шипы, там, крутите, регулируете, один раз, вот, как я установил эти хексы, к хексам тоже есть претензии, но, об этом мы не будем говорить, если, как бы, будет кому-то интересно, я могу снять видео на обзор на своего, на свое моноколесо M Super Pro 21 года, так называемый последний император, да, это последний из MSP, вот, который осевой мотор был, вот, но это совсем о другом, там у меня и хексы стоят, там и подушки, броня, здесь о чем рассказать, вот, и, кстати, аккумулятор тоже построен в MSP на таких же элементах, как у S22, об этом мы поговорим позже чуть-чуть. Следующий момент, который мне хотелось бы, который мне хотелось бы затронуть, это освещение, 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 свет, невзирая на вот эти, 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 вот такие вот фары, да, которые вот сделаны, сделаны, да, здесь вот в таком виде, вот они такие через решетчатые, в каждой фаре по 4 светодиода, вы знаете, от света я в восторге, честно вам скажу, свет на порядок лучше, чем у мастера, на порядок лучше. Освещение, то есть они, помимо того, что они светят хорошо, они светят таким теплым, приятным светом, то есть они еще и регулируются, то есть вы можете отрегулировать угол наклона, вы можете увеличить освещение и, точнее, дальность освещения вы можете увеличить и вы можете также настроить свет, что он будет светить вам буквально 2 метра перед вами, прекрасное освещение, прекрасно работает, когда вы включаете освещение, при остановке он таким тусклым работает светом, вы начинаете трогаться, но это сейчас у всех моноколес, так и у Гатвейд то же самое, вот, но качество света, я вам скажу, там на 2, на 3 головы лучше, чем у мастера, да, лучше, прекрасное освещение, да, есть проблемы с этими фарами, это их чистка, вообще, вообще, чистка этого, мойка этого колеса, это отдельный квест, это свинина, я вам скажу так, у этого дизайна, у этого дизайна есть один минус, да, как бы он не выглядел круто, вот эти все углы, закоулочки, которые вот здесь присутствуют, это все нужно мыть, это все нужно мыть, и мыть, я вам хочу сказать, что это какой-то отдельный кошмар, я пытался его мыть, даже, даже диск, они сделали, вот этот вот легендарный диск, который, сейчас мы о нем поговорим, да, он с вот этими внутренними выемки, острые грани, где просто вот, ну, невозможно подлезть нормально и помыть, вот это отдельная боль, поэтому, вот, вот, он грязный, как свинья, я его попытался, я вам честно скажу, протереть перед вот этим обзором, да, я его, я его два дня назад мыл, и сегодня, да, вот перед обзором, я его тоже пытался, вот, прям вот, нервы, если, допустим, там, достаточно, там, предыдущие мои колеса, которые у меня были, достаточно их тряпочкой протереть, быстренько, да, и уже внешний вид этот, то тут, ну, 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 просто, но никак, здесь надо вот, чуть ли не ватными палочками, вот это все, все дело, вот это чистить, вот здесь залезть, там залезть, диск, диск острый, я вам скажу, даже если тут, даже некоторые ребята пишут, что даже соски на камерах подрезает вот этот, вот эти острые грани, вот штамповка, да, или как они сделаны, эти, отливка, потом они же на фрезерном станке протачиваются, и они ужасно острые грани здесь, вот на этом диске, вот поэтому крайне аккуратно нужно его мыть, вот, это вот такой вот минус в дизайне, так скажем. По поводу заднего фонаря, задний фонарь тоже сделан в таком футуристичном дизайне, ну, я вот уже, я вот, наверное, сколько раз уже, раз 10, да, про этот дизайн сказал, да, но действительно он, он оставляет неизгладимое впечатление, да, дизайн продает, вот, фонарь тоже самое сделан в прекрасном таком исполнении, то есть он светит, когда он в спокойном положении находится, он так переливается радугой, когда вы едете у него, то есть тоже, как и у мастера, встроен гироскоп, при поворотах он поворачивает, точнее, включает поворотники, при торможении загорается ярким красным светом, красивый фонарь, но, красивый фонарь, да, и он сделан лучше, чем у мастера, ярче, точнее, горит, да, ну, у мастера он совсем другой вид, у него больше он, больше на мотоцикл похож, да, мастер, кингсон, конечно, они очень мало в этом похожи, да, так скажем, вот, какие есть плюсы еще у кингсонг с 22, неоспоримый плюс, который вот, если сравнивать его с мастером, это установленное с завода крыло, крыло установлено с завода, да, отличное крыло пластиковое, я не понимаю, почему Готвей этот, пожадничали, да, и поставили, не поставили крыло на мастера, да, но кингсонг вот этот момент предусмотрел, и установили, прям с завода вам, отличное пластиковое крыло, которое защищает, защищает от попадания там брызг и воды хотя бы, ну, на тот уровень, который они смогли, да, да, к нему есть недостатки для нашего климатической зоны, это может быть, не подходит, да, но опять же, это сейчас мы сейчас поговорим чуть позже об этом, но тем не менее, крыло есть, есть, это уже хорошо, это уже плюс, и почему, блядь, тупорылый этот Готвей не сделал себе крыло, я не понимаю, вот, пожалуйста, это копеечные, это там, 50 рублей, если, наверное, перевести, если заказывать их тысячу штук, на производстве, то это, наверное, будет там себестоимость, ну, рублей 50 стоить из пластика, это крыло, вот, отлично, молодцы, установили, оно есть, замечательно, подножка задняя, да, вот, подножка, которую, когда колесо вы отключаете, вы в транспортный режим, вот, экран расположен, немножко, на мой взгляд, слишком глубоко, они сделали экран, когда вы включаете колесо, когда вы едете, точнее, если вам посмотреть, с какой скоростью вы передвигаетесь, экран сделан, в отличие от мастера, слишком глубоко, и смотреть на него, там, на скорости, то есть, крайне неудобно, ну, мне, как владельцу мастера, не понравилось расположение, в целом, по информативности, то есть, две функции у него, это, он показывает уровень батареи, да, батарея, как на телефоне, и при движении он показывает, там, скорость, с которой вы едете, вот, нормально, в принципе, то больше ничего не нужно, от экрана, да, и даже на Гатвей, я говорил об этом, да, единственное, там, температура контроллера, мне очень понравилось, как вот сделано, как вот сделан контроллер, я вам могу с уверенностью сказать, да, что гидроизоляция данного колеса, она, ну, скажу, что противопо, что нельзя делать гидроизоляцию, тоже, да, меня закидают этими помидорами, вот, ну, я бы, допустим, если бы я покупал данное колесо, я бы не стал бы делать гидроизоляцию, по одной простой причине, если вы посмотрите, все сопряжения, которые вот находятся на этом колесе, вот, вот здесь вот находится крышка, крышка аккумуляторного блока, и вы увидите, что везде установлены, просто абсолютно везде установлены резиновые прокладки, это все затянуто винтами, то есть эти резиновые прокладки сплющены, то есть по изоляции блоков, изоляции контроллера, у меня вообще претензий нету, просто замечательно сделан контроллер, заизолированы все места соединений, там есть либо прокладка резиновая, либо там все заизолировано, вот King Song подошел к этому вопросу очень-очень шепетильно, и изоляция практически не требуется, вот, какой, какой, я считаю, просчет King Song'а произошел с этим контроллером, у него есть недостаток один, я сейчас попытаюсь показать вам, вот у меня в комплекте, да, в комплекте к данному колесу идет, вот, такое зарядочное устройство, зарядное устройство, да, это тот же самый производитель, что зарядных устройств, что и у Bego, до нового поколения, зарядное устройство 134 вольта, это тот же самый производитель, только это, только это зарядное устройство, у нас 126 вольт, 5 ампер, King Song'а положили, прекрасное зарядочное устройство, зарядное устройство, мощностью 5 ампер, в комплекте к этому колесу, но, да, у нас, как бы, присутствует одна небольшая проблема, одна проблема, да, инженеры King Song'а сделали настолько хорошую гидроизоляцию, что они взяли и своей головой додумались установить зарядные порты, куда бы вы подумали, да, если логически нам подумали, ну, где у нас был зарядный порт у King Song 18 L, допустим, XL, да, кисель, так называемый, где, ну, сбоку, открывалась крышечка, да, вы вставляли, спокойно, в зарядный порт, штекер, так называемый Lenovo, то инженеры, CS20, King Song S20, да, на мой взгляд, совершили, что-то невероятное, что они сделали, то есть, во-первых, зарядный порт, он шестипиновый, имеет вот такую вот круглую форму, и имеет направление штекера, как нужно втыкать, то есть, либо так, точнее, только одним, одним вы можете, в определенном направлении, односторонний штекер, то есть, вы должны втыкать его так, где находится этот зарядный порт, зарядный порт находится под контроллером варки колеса, то есть, то есть, для того, чтобы зарядить этот, вы должны залезть вот сюда, то есть, а вы должны понимать, что здесь все в грязи, вот это все, когда вы будете ездить, вот эти все места, невзирая на то, что здесь стоит крыл, здесь все равно будет грязь, и чтобы поставить колесо на зарядку, это целая, целая, получается, эпопея, да, то есть, нам нужно что сделать, мы, вот мы залазим, здесь у нас проходит от контроллера провод, я вот вставлять буду потом видео, здесь провод от контроллера, и вот здесь вот, вот, вот там, там, внутри, находятся два зарядных порта, посередине находится кнопка включения, но кнопка включения, как бы черт с ней, она вот, как бы здесь находится, палец ты просунул, посередине нажал, включил, свет ты включил этой кнопкой, отключил колесо, ничего страшного, но зарядный порт, зарядный порт, то есть, что нужно сделать, вы вот берете, у вас колесо стоит на подставке, да, вот, вы, вот эту ручку надо поднять, чтобы освободить, потом надо, вот этой рукой, здесь, здесь, нет, сначала надо открыть крышечку, открыть крышечку, потом надо отодвинуть провод, который идет к двигателю, и потом только, 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 вот, еще надо учитывать тот момент, что надо, вот я первый раз, я вообще не знал, а как его ставить, здесь же есть направление, а как, оно может быть на 360 градусов, в любом направлении быть, и мне пришлось, и мне пришлось вот так вот его крутить, туда, подсовывать, крутить, и тем самым найти, найти, вот это правильное положение, на самом деле, вот эта риска, которая направляющая, она должна смотреть вперед, да, они хоть сделали, то есть стрелка, стрелка должна, вы должны видеть стрелку, и вот таким вот образом, да, вот вы втыкаете, вот вы уже видите, да, у меня рука вся в этом, уже к покрышке, вы представляете, если вы, то есть она же постоянно грязная, эта покрышка, то есть вы вот, вот вы вставляете, Вытаскивайте, руки у вас, это я еще протирал колесо перед тем, как снимать этот обзор И только после этого вы соединяете, коннектите зарядное устройство И оно начинает работать Ну, по этим зарядным устройствам работает оно точно так же, как на мастере Единственное, только на мастере 3-амперное, 134,4 вольта Здесь же 126 вольт, 5 ампер Ну, я думаю, эта зарядка, она в качестве извинения по большей степени идет за то, что они совершили вот этот акт вандализма над пользователем Который, чтобы поставить колесо на зарядку То есть вы должны как акушер залезть туда, сначала подключить ее Потом вы должны вот как выйти, как с операционной, да, пойти, помыть руки И только после этого, то есть вы можете, ну, кошмар Ну, кто это додумал, Функсон, вы же нормальные люди, вы делали, вы прекрасные У вас же, я понимаю, если бы вы первый раз в жизни делали эти колеса Ну, все производители делают Вот у этого, у вашего прямого конкурента, у бегудей вообще под ручкой находится зарядный порт Ты поднимаешь ручку, здесь два рядом разъема находятся Ну, какой, какой идиот придумал вот это вот просто расположение зарядных портов Вот это вот огромный минус, огромный минус, который я никак не могу Вот просто каждый раз, когда я ставлю это колесо на зарядку Каждый раз я вспоминаю инженеров Кингсон Каждый раз я Кингсон вспоминаю Да, блок питания, кстати, если вы думаете, что вы будете ночью спать И колесо будет на зарядке, вы глубоко ошибаетесь Эти, эти, этот производитель ставит сюда такой шумный вентилятор Что на мастере он жужжит, как этот, как самолет, да Работает, что вот на Кингсонге одно и то же То есть один и тот же шум То есть у вас ночью, не знаю, никто не будет спать, если будет на зарядке То есть если в какой-то дальний угол вам надо устанавливать И то я делаю как За дверь, за дверь туалета я подсовываю блок питания и прикрываю И тем самым как бы вот этот шум остается в туалете Вот такие вот, извиняюсь за подробности, да, но это как бы объектив... Это правда Так, показываю Как работает ночью зарядка У Кингсонг С22 Как самолет Кингсонг В данной модели сделал двигатель нового поколения Так называемый двигатель С30, да, скоростной двигатель Они заявляют, что скорость максимальная 70 км в час Я, конечно, испытывать это не стал Я разгонялся 60 км в час на нем, да Ехал, он едет довольно стабильно Вот Установлен Мотодиск Мотодиск, что я считаю тоже отличная новость Для любителей моторезины Потому что теперь у вас есть Просто широчайший выбор В установке моторезины Вы теперь от Мишлена до, там, я не знаю, Дунлопа И всех подзаборных там производителей можете установить любую покрышку 14 диаметра Здесь же стоит в стоке покрышка 275 на 14 Производителя я не нашел Это какой-то китайский производитель Но вы знаете, покрышка довольно-таки неплохая Она, если, опять же, сравнивать с мастером У мастера, там, идет в комплекте полная, там, полная, там, покрышка для бездорожья Которая для асфальта просто ужас какой-то То эта покрышка довольно мягкая Она ведет себя стабильно и на асфальте И, как бы, едет по бездорожью тоже нормально Вот, поэтому претензий у меня к ней нет Нет Они прикрыли это все дело замечательным крылом Опять же, в огород кидаю камень этого, Гатвея Вот, не поленились, поставили крыло сюда Вот Почему только двигатель C30, вот этого я не понял Но, то есть у этого двигателя есть ряд минусов Тоже мы об этом поговорим чуть позже Но Довольно, 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 да Скоростной двигатель Значит, резина установлена Да, если, если вы можете спокойно на ней ездить На этой резине И дискомфорт она у вас вызывать не будет Да, ну, единственное, если только вы ездили там на легких покрышках Таких, как в стоке идут на Kingsong 18L, там XL Там 16S, если вы с Кинга переходите Да, вообще, если вы более этих колес младших переходите То для вас, да, эта покрышка покажется каким-то бегемотом Бегемотом Скоростной двигатель C30 В принципе Претензий у меня к нему как бы нет Единственное, не совсем понятна логика Почему они установили скоростной мотор Скоростной мотор И установили такую зубастую покрышку Да, как бы они, наверное, ассоциировали это колесо больше с оффроудом Ну, не знаю, ну получилось то, что получилось По поводу того, как оно едет, я расскажу чуть позже Вот, сейчас бы хотелось бы еще, что, какой момент Здесь установлены вот такие вот подшипники огромные Эти подшипники защищены сальником Да, наконец-то они сделали сальники Теперь там установлены сальники И теперь вода туда не попадет в эти подшипники И не будет, не убьет их в первую же, да, зиму Как это часто происходит Когда там на бок положат колесо И просто вода стекает, этот подшипник забивает Происходит окисление, да, быстро Металла И Они начинают шуметь, скрипеть Вот Но Тем не менее В чате уже есть Есть прецеденты, да Где люди уже У которых уже зашумели подшипники Да, но это опять же единичный случай Возможно, брат Не будем мы на этом акцентировать Внимание Но есть проблема У первой партии Это колесо из первой сотни Есть проблема Какого рода Вот если вот Сейчас я покручу Вот вы слышите? Это так называемая проблема Прослабленного посадочного места На валу Двигателя этого Я так понимаю Подрядчик KingSong Который выпускает эти двигатели Допустил ошибку В Расточке Посадочного места На двигателе И подшипники Которые там стоят То есть они Я вставлю видео Они просто проскальзывают И падают То есть этот двигатель Сейчас требует Разбора Разбора Эта проблема признана Я думаю В будущих В будущих В будущих Ревизиях этого колеса Этого проблемы уже не будет Но тем не менее Как бы Здесь она присутствует Это неприятный момент Вот В целом По двигателю Мне сказать Больше нечего Я думаю Что они доработают Этот движок И уже Ко второму Третьему батю Который будет Этих колес Они Уже Исправят эту проблему И будет работать Все четко Теперь Пора Уже Наверное Хватит Уже Восхвалять King Song Да И Пора бы Уже Да Поговорить О серьезных Вещах Да Давайте Поговорим О его Подвеске По подвеске Значит Подвеска Значит Ну Так Ладно Как бы Вот Мягко Давайте Хорошо Давайте Я вам Расскажу Про подвеску Данного Колеса Значит Наверное На мой взгляд На мой взгляд Субъективный Да King Song Значит Наняли Иностранных Дизайнеров Наверное За большие деньги То есть Они Поставили им задачу Чтобы А нарисуйте Нам Такое Моноколесо Которое Да То есть Будет По дизайну Там Просто Ну Превзойдет Все ожидания Пользователей И То есть Чтобы все захотели King Song Ну вот Собственно С этой задачей С этой задачей Дизайнеры Которые рисовали Вот первый Концепт Когда Вы помните Там такой Орел летит И когда И вот Дизайнеры Нарисовали Вот это Колесо И наверное King Song Сам не ожидал Что Как 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 Просто Продажи У него Начнутся После этого То есть По Предзаказам Наверное Это чемпион мира Вообще В мире Моноколеса Это первое Моноколесо Которое Наверное Было продано Тысячными Тиражами Просто По Картинке Они Нарисовали Значит Это Колесо Ну и Естественно Когда Предзаказы Поперли Они Начали Думать А как Вот Теперь То Делать Ну и Собственно На скорую руку Они Вот Этот Концепт Они В принципе Сильно От Трендера Он Не Отличается Но Кардинально Кардинально То есть Что Они Сделали Они Забыли Забыли Про Подвеску Там От слова Совсем Что Что значит Сделал Кингсон Кингсон Дабы Сохранить Вот этот Концепт Первый Который Они Сделали Они Решили Пойти Путем Установки Слайдеров В Аккумуляторные Блоки Внутрь Которые Ходят То есть Колесо Само По Себе То есть Сбоку Колесо Прикручиваются Две Пластины На Этих Пластинах Присутствуют Так Называемые Так Такие Пластиковые Накладки Которые 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 Просто Вставляются В Аккумулятор И Тем Самым Колесо Скользит По Внутри Аккумуляторного Блока То есть Вот они Находятся Один Аккумуляторный Блок С одной Стороны И с другой Стороны Аккумуляторный Блок Находятся И То есть Вот эти Вот пластиковые Детали Их Четыре Штуки Вот Там Раз Два Три Четыре Они Отлили Блоки Аккумуляторные Из Алюминия Точнее Корпус Аккумуляторных Блоков Из Алюминия Сделали Пазы Там В Которые Вставляется Эта Рама И Эта Рама Ходит Верх Вниз Вместе С колесом Сзади Они Сделали Вот Этот Тяжеленный Амортизатор Который Который Сам По себе Неплохой Амортизатор Как бы Но Вот Эта Система Линков Она Довольно Довольно Таки Массивная То есть Она Вызывает Какое-то Доверие Если Когда Вы Смотрите С первого Взгляда То есть Ну Внешний Вид Как бы Они Не Пожалели Здесь Металла Они Сделали Установили Сюда Хороший Амортизатор Который Этот Должен Отрабатывать Вот Это Тяжеленное Колесо С Райдером То есть Работать Но Но Я Хочу Вам Сказать Что Они Допустили Тут Какие-то Колоссальные Ошибки Колоссальные Ошибки То есть Во-первых Да Вот Эти Вот Система Которая Вот В этих Пазах Ходит Вот Эти Вот Втулки Которые Ходят Вверх Вниз Вместе С этой Рамой На которую Прикручено Колесо То есть Они Открыты Полностью Открыты Полностью Открыты То есть При Эти Пазы Куда Вставляется Колесо Они Открыты То есть Вот Если Вы С Любой Позиции Посмотрите То есть Где 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 Не Посмотрели Вы Видите Вот 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 Здесь Вот 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 Ходит Вот Эта Рама На Этих Пластиковых Направляющих Да И Собственно Собственно Говоря А Колесо Вращается Да Тут Летит Песок Грязь И Буквально С коробки Вы Достаете Это Колесо Вы Выезжаете В первую Там Бездорожье Как Вот Кингсон Установил Эту Покрышку Якобы Для Бездорожья Вот Эта Вся Грязь Летит В Эти Линки И Буквально Там Люди Отмечают Что Через 20 Или Там Там Как 20 30 В Зависимости От Ну Загрязнения Дороги По Которую Вы Проедете Через Через Там 20 Вот Система Которая Вот Эти Внутри Аккумуляторных Блоков Вот Эти Вот Ходят Слайдеры Они Забиваются Пылью Песком Грязью И На Этом Все Подвеска Клинит Полностью То есть Она 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 Не Работает От Слова Совсем То есть Откровенно Говоря Да Откровенно Кингсон Сделал Какое-то Дерьмо Дерьмо Вот Это Вот Это Подвеска Да Она Мертворожденная Да Вот Мое Субъективное Мнение То есть Вот То Что Они Установили Сюда Вот Этот Красивый Там Амортизатор Это Абсолютно Абсолютно Там Мертвому Припарка Да То есть Подвеска Не Работает От Слова Совсем Если Сравнивать Эту Подвеску С Мастером С Мастером Да Я Проехал 2000 На Стоковом Мастере То Это Просто Какой-то Невероятно Да На Мастере Установлена Ну Рабочая Подвеска Которая Работает Со Своими Минусами То Здесь Ее Нет От Слова Совсем То Вы Как Бы Какие-то Мелкие Неровности А Она Вообще Не Отрабатывает То есть Если Вы Там На Мастере Едете Там Спокойно Он Как Он Знаете Как Он Все Вот Эти Шероховатость Отрабатывает Все Неровности Да Там Если Большие Бордюры Там Подвеска Пробивает Там Есть Свои Минусы Там Короткий Ход Короткий Ход Амортизатора Да Здесь Как Б Задумка Изначально Здесь Ход Ход Колеса Тут Тут Ход Подвески Тут Около Там Я Не Знаю Вот Ну Просто На Взгляд Где-то Сантиметров 15 Колесо Способно То есть Двигаться Вверх Вниз Но Оно Не Работает С коробки Оно Полностью Заклинено Оно Забивает С этой Грязью И Я Знаю Людей Которые Уже Там По Десять Раз Там Снимали Пытались Отремонтировать Эту подвеску Там Какие-то Народные Умельцы Уже Делают Какие-то Туда Втулки Точат Какие-то Делают Системы Пыльников Защиты Пытаются Сюда Сделать Какие-то Какие-то Детали Детали Которые Оживили Эту Подвеску Но Как Правило Пока Я Уже Порядка Полугода Наблюдаю Ну не Полгода Вру Два Месяца Я уже Наблюдаю За этими Ребятами То есть Пока Ощутимых Результатов Никто Не добьется Есть Там Один Парень Который Сделал В Питере На Какую-то Он вообще Переосмыслил Эту Подвеску Сделал Какие-то Там Роликовые Выточил Полностью Новые Эти Слайдеры Которые На роликах За сумасшедшие Деньги Сделал Направляющие Внутри Где Вот Они Здесь Направляющие Сделаны По системе Скольжения Там Пластиковые Эти Бабышки Ездят Вверх Вниз А он Сделал Туда Направляющие Рельсы Установил И там На Колесиках Это Катается Подвеска И Я хочу Сказать Ребята Какой Ценой Да Какой Ценой Скажите Скажите Мне Какого Хрена Я должен Платить За вот Этого Свинью 200 тысяч Рублей И получать Коробки Да У него Красивый Дизайн Но у него Абсолютно Не работает Подвеска Абсолютно Еще Есть Другой Вопрос Да Сейчас Вот Есть Народные Умельцы Там Много Народу Которые Пытаются Сделать Эту Подвеску Довести До Ума И Вот У меня Просто Мне Вот Интересно Я Покатался Это Это У нас В клубе Несколько Колес С 18 На данный Момент Это Подвеска На Вот Этом Колесе Работает Еще Как бы Более Менее Она Скрипит Просто Просто Как Этот Я Вставлю Эти Если Честно Вот Где То Вот Проехаться На Нем Рядом С Людьми Которые Там Идут Да Если Ты На Мастере Там Тихо Проезжает Этот Ж Вот Как Старая Телега Она Вот Скрипит И Просто Просто Какой-то Вызывал Стыд Да Просто Колоссальный Стыд От Передвижения На Этом Колесе Потому Что Я Я Как Пользователь Я Не Готов Заплатить За Это Колесо Там Что Там Сколько 180 Или 190 Тысяч Она Стоит Потом Я Должен Заплатить По Этим За Какие-то Доработки Подвески И То Будет Ли Она Работать А Работать Она Скорее Всего Даже В лучшем Случае Она Будет Работать Даже Если Все Это Сделать Наполовину Той Работы Которая Работает Сейчас Подвеска Завода У Мастера Потому Что Той Легкости С Какой Работает Подвеска У Мастера Здесь Добиться Ну Просто Я Просто Представляю Да Здесь Еще Амортизатор Стоит Сзади И Вот Эта Система Направляющих То есть Она Провоцирует Просто На Перекос Я Себе Слабо Представляю Что Здесь А может Получиться Прямой Свободный Ход Как У Мастера Поэтому Купив Это Колесо Вложив Сюда Еще Какую То Н Сумму Денег Да Как Экодрифт Там Говорит Что По 50 тысяч Рублей А С Подвеской Там Скорее Сего И Больше Будет Эти Уже Бедолаги Владельцы Меняют Эти Стоковые Амортизаторы На Воздушные А воздушные Стоит У Мастера Я Напоминаю С Коробки Они За Какие Сумасшедшие Деньги Там Чуть Ли Не Амортизатор По 40 Тысяч Рублей В Общем В Общем Подвеска Подвеска У Данного Колеса Мертворожденная Она На мой Взгляд Работать Не Будет Даже Если Будет Она Работать Она Будет Работать На Половину Той Работы Как Работает Подвеска У Мастера То есть Они Они Сделали Красивый Дизайн Сначала Продали Там Тысячные Тиражи Этих Колес А Потом Уже Они Начали Думать Блин А Как Нам Сделать Подвеску И Они Сделали Откровенно Херню Это Откровенная Херня Она Не Работает С Коробки Она И Не Будет Она У Вас Работать Чтобы Вы Будете Там Разбирать У нас Разбирают По Десять Раз Это Колесо Ребята Там Уже Просто Они Его Вытаскивают Уже Как Здрасте Нахрен Мне Это Надо Мне Мне Колесо Нужно Как Транспортное Средство Зачем Я Должен Ковыряться Вот Это Вот Мне Вот Это Зачем 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 Я Почему Я Должен Покупать Новое Колесо И Тратить Еще В Него Деньги Какого Хрена Кингсон Что Вы Сделали Вы Сделали Говно Это По Подвеске То Подвеска Мертворожденная Она Работать Не Будет Как Бы Как Бы Владельцы Кингсон Не Пытались Защищать Своё Колесо Говоря Что Оно Там Подвеска Требует Доработки У мастера У мастера Объективно Объективно Я Как Владелец Подвески На мастере Я Могу С уверенностью Сказать На мастере Можно Ездить И Она У меня Ездит 2000 Километров И Она Будет Ездить Еще Дальше Я взял С пробегом Меньше 500 Километров Подвеска Уже Заклинена Она Где-то Там В конце Чуть Чуть Че-то Какие-то Где-то Есть У нее Подвижки Но Она Полностью То есть Она Вот Это Сейчас Еще Нет Грязи Сейчас Начнутся Дожди Начнется Грязь Песок Она Полностью Заклинет Она Не Будет Работать Это 100% Это Фак Поэтому Если Вы любите Вот Это Вам Сделают За ваши Деньги Эту Подвеску Чтобы Она Хотя Быть Чуть Работала Но Я Вам Даю Гарантию Через Там Тысячу Километров Вы Получите Опять То же Самое У вас Все Это Заклинет И Ничего Не Будет Работать Потому Что Сама Система Вот Эта Линка Она Работает С Перекосом Амортизатор Находится Сзади А Слайдеры Находится Спереди Что Это Спереди Сзади И Спереди Что Это Это Херня Откровенная Херня То есть Кингсон В этом Плане Так Сказать Обосрался Как То Так Мое Мнение О Подвеске О Динамике Да Этого Колеса Ну Кингсон Жи Заявляет Что Это Самое Быстрое Моноколесо Которое Они Когда Либо Делали Да Я Наверное Соглашусь Да Кингсон Сделал Скоростное Колесо Скоростное Колесо Но Но Есть Большое Но До 30 Километров В час Оно Не едет От слова Совсем Сейчас Попробую Объяснить Вам Что Это Значит Значит Кингсон На Низких На Низких Скоростях Ограничил Мощность Данного Моноколеса Для Для Того Чтобы Да Райдер На Низких Мощностях Развивал Скорость До 30 Км В Час Час То есть До 30 Км Час Оно Не Едет От Слова Совсем Я Вам Могу Сказать С Уверенностью Что Допустим М Супер Про 100 Вольтовый Или Любой РС До 30 Км До 30 Км Разорвет Это Колесо Просто В Пух И Прах По Динамике Разгона Ано Абсолютно Тупорылое Когда Штатные Педали Стоят На Своих Местах То есть Даже Рычаг Этот Это Вообще Энертное Говно Которое Не едет От Слова Совсем То есть Вы Начинаете Ехать С места Вы Трогаетесь Оно Оно Хрюкает Как Свинья 30 Км Час Вы Набираете И Потом Прям Происходит Подрыв Когда Этот С30 Мотор Начинает Ну То есть Контроллер Дает ему Достаточных Токов Для того Чтобы Он Начал Нормально Работать И После 30 Км Час Это Колесо Начинает Ехать Данная Проблема Данная Проблема Связана Напрямую С Аккумуляторами Которые Устанавлены В данном Данном Моноколесе Данный двигатель Способен Перерабатывать Как Заявляет Как Заявляет Производитель 3300 Ватт И 7 Киловатт В пике 7 Киловатт В пике Вот Но Я хочу Вам Сказать Что До 30 Километров До 30 Километров Это Колесо Дает Точнее Контроллер Дает Этому Двигателю Не Более Полутора Двух Киловатт Зачем Это Сделано Для Того Чтобы Увеличить Жизненный Цикл Батарей Сейчас Мы Поговорим Более Подробно Об Этой Батареи Которая Здесь Стоит На Что Похоже Езда На Нем Да То Есть Вы Едете Во первых Он широкий Широкий Он Такой Вот Эта Покрышка Она Довольно Большая Такая Вы Знаете Как На Свинье Вот Вы Сидите Вот Представьте Кабан С этим Клыком Да И Кабан Которого Вы Знаете Это Каким То Кнутом Знаете Так Вот Бьете Он Так Вот Примерно У меня Такие Же Ощущения Вот Он Не Хотя Не Хотя Вот Ты Ему Давишь Давай 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 И Вот Он 30 Километров Как Наступает И Все И Он Начинает Бежать И Все И Вот Эта Вот Скорость Свыше 30 Километров Она Вот Эта Полка Просто Как Будто Знаете Происходит Высвобождение Мощности И Колесо Начинает Действительно Кайфово Ехать Я Взял Когда Колесо Здесь Стояло Предыдущая Прошивка Я Вставлю Эти Фотографии Я Даже Заморачиваться Не хочу Потому Что Вот Эти Вот И Игры С Прошивками Это Все Это Все Вместо Того Чтобы Сделать Один Раз Нормальный Продукт Как Сделал Это Гатвей Выпустив Мастера Мне Эти Прошивки Нахер Не нужны Там Есть Детские Болядьки Они Исправляют В процессе Так На Первой Прошивке Которая Изначально Была Там Вообще Было Ограничение В 35 Километров То Есть Двигатель Этот Задушен На Низкое Потребление Электроэнергии То Есть Вы Когда Разгоняете Он Вроде Вас И Не Роняет И В то же Время Он Прям Хрюкает Ты Его Бьешь Давай 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 35 Километров В час И Все Ты Потом Разгоняешься Начинаешь Лететь Все После 35 Вопросов Нет Он Едет Мощно У него Есть Подрыв У Него Мощность Батарея Батарея Открывает То Есть Прямой Доступ К Двигателю Контроллер Открывает Точнее И Вот Это Вся Вот Эта Мощность Все Амперы Которые Способны Вырабатывать Эти Батареи Она Она Попадает В двигатель Только После 30 Км В час Но До 30 Я Обновил Новую Прошивку Вроде Вроде Вот Эта Полка Она Спустилась До 30 Км В час И Вот На 30 Км Теперь Стало Как До 30 Км Он Хрюкает Не Едет Ты Бьешь Бьешь Он Едет До Приведущей Прошивки От 35 Км В час Это Было И Я Знаю Почему Почему И Откуда Растут Ноги И Сейчас Вы Об Этому Знаете Почему Кингсон Так Так Боится Так Боится Низких Снизов Открывать Доступ К Полной Мощности Батареи Сейчас Мы Про Это Поговорим И Теперь Я Наверное Хочу Поговорить О Самом Важном Да Что Что Вы Как Владельцы Может Быть Как Будущие Владельцы И Те Люди Которые Знают Точнее И Те Люди Которые Уже Имеют Данные 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 Моноколесо Должны Знать Одну Вещь Которую От Нас Я Считаю Ну Как Бы Не Скрывает Производитель Да Это Наверное Грубо Будет Сказано Но Вы Должны Одну Знать Простую Вещь По Поводу Аккумулятора Который Здесь Установлен Вот Здесь Насколько Насколько Мне Известно Точнее Мне Точно Известно Да Это На Официальном Сайте Вы Можете Зайти И Прочитать Технические Характеристики На Чем Построено Это Моноколесо Данные Данное Моноколесо Построено На Элементах 21700 LG M50 LT Что Нужно Знать Про Данный Тип Ячеек Да Это Те Же Самые Ячейки Что И Легендарные LG М50 Т За Исключением Нескольких Да Изменений Которые Они Внесли В Конструкцию Точнее Не в Конструкцию Да А в Химию Данных Ячеек Вот Я Специально Подготовился С С С С С С С С С Так Назваемый Даташит На Данный Тип Ячеек Да Это Официальный Документ Спецификация На Данный Тип Ячеек Да Что Такое LG М50 ЛТ Это Среднетоковые Аккумуляторы Высокой Емкости Да Способны Отдавать Номинально До 18 2 Ватт Часов То есть С одной Ячейки Здесь Построен Здесь Построен В этом Моноколесе Сборка Аккумуляторная Так Называемая Построена По Системе Это 30 Ячеек Последовательно Соединенных В Четыре Параллели То есть Каждый блок Здесь Имеет Точнее Один блок 30 С 2 П Второй Блок 30 С 2 П 30 Ячеек В Две Параллели Итого 60 Здесь Ячеек И 60 Здесь Вот То есть На данных Ячейках На самом деле Построено Очень Много Очень Много Моноколес Но Хотелось Сегодня Поговорить О Таком Важном Аспекте Его Использования Как Температурный Диапазон Температурный Диапазон И для Этого Вот собственно Нам И Понадобился Вот этот Паспорт Да LG Который Предоставляет На своей Ячейке То есть Если вы Посмотрите На официальном Сайте Kingsong В спецификациях Данного Аппарата Вы увидите Такую Надпись Что Номинальное Напряжение Здесь Не 126 Вольт Как это Как об этом Пишут Ну Как это Пишут В рекламе Да Что якобы Моноколесо 126 Вольт А номинальное Напряжение Будет у него 111 Вольт Это То Минимальное Напряжение Которое Он держит Под нагрузкой То есть Если мы Посмотрим В даташит Вот мы Здесь Видим Что Ячейки Так как Они Несмотря На то Что они Заряжаются До 4,2 Вольта Они Имеют Номинальное Напряжение 3,7 3,69 Вольта Что в пересчете На 30 С И как раз Дает нам 111 Вольт Которые Заявляет Нам Кингсон То есть С этим Мы разобрались Да Вот у нас Номинальный Вольтаж 3,69 Вольта Мы умножаем На 30 И получаем 111 Вольт Сравниваем Его С Спецификацией Кингсон И там Мы видим Что 126 Вольт Это Максимальное Напряжение 111 Вольт Это У нас Номинал Напряжение Здесь Вообще Этот файл Я скорее всего При Постараюсь Не знаю Ютуб Если позволит Мне Я файл Прикреплю Чтобы Все Могли Кто Пользуется Колесами Могли Ознакомиться С Этой Файлом Потому Что Здесь Находится Очень Важная Информация Которую По какой-то Причине Мне Неизвестной От нас Всегда Скрывает Производитель Вот Что Нас Интересует В большей Степени Опять же Если Мы Обратимся К Спецификации На Сайте Производителя Кингсон То Там Заявленная Мощность Двигателя 3000 Ватт В час Это То Количество Напряжения Которое Способен Переработать Этот двигатель И Максимально Рабочий Диапазон То есть Он может То есть Кратковременные Пики До 7,5 Киловат Обрабатывать Этот двигатель То есть Теперь Теперь Да Хотелось бы Обратиться То есть Понятно Да На 3 3,3 Кингсон Заявляет Что Это Рабочая У него Мощность 3,3 Киловатта А Максимальная Мощность У него 7,5 Киловатт Этот двигатель Это Колоссальная Мощность Я вам Хочу Сказать Ребята И Этот документ Этот документ Этот документ На эти ячейки Нам Раскрывает Кое-какие Секреты По поводу Этой мощности В частности Да Скачайте Посмотрите Да Ознакомьтесь Можно в гугл Переводчик Закинуть Его То есть Какие-то Вы поймете Эти Хотя бы Да Начнете Разбираться Более Более Понятные Вам Некоторые Эти Аспекты Да Мощности Данного Колеса Будут Понятны Вот Что Что Значит Мы Должны Знать Вот Я Хочу Обратить Ваше Внимание На Пункт Пункт 2.9 Да 2.9 Вот Вот Пункт 2.9 Где Указано Максимальное Разрядный Ток При Определенных Температурном Режиме Максимальный Разрядный Ток Тут Указан Температурный Диапазон В каком Можно Точнее Указан Температурный Диапазон При Котором Можно Долгосрочно Разрежать Аккумулятор Определенной Силой Тока Вот Смотрите Здесь Указано Что При Температуре 25 Градусов 55 Градусов Можно Разрежать Данные Аккумуляторы ЛГМ ЛГМ ЛД Токами 1.5 Ц Это То есть Полторы Емкости Аккумулятора Если Аккумулятор У нас 4 Опять же Обращаемся В первому Первой Первой Странице Даташи Тодо Если У нас Там Порядка 5000 Миллиампер В аккумуляторе То Разрежать Его При Температуре Обратите Внимание 25 Тире 55 Градусов По Цельсию Можно Разрежать Его Токами 1.5 С Что Примерно Что Примерно Является 7 И 2 Ампера Да И Давайте С вами Посчитаем Да Какая Там Мощность Это Если Играть В Долгосрочную Да То есть Долгим Разрядом Если Мы Будем Мучить Данный Данный Аккумулятор То есть Мы Умножаем 100 Номинальное Напряжение 111 Вольт Умножаем На 7.2 Ампера И Мы Получаем Мощность Мощность Равную 799 Ватт 799 Ватт Получается С одной Параллели Мы Можем Снять Вспоминаем Что У У нас Аккумулятор Построен По Системе 30 С 4 П Значит Мы 799 Умножаем На 4 П И Получаем Мощность Внимание 3 Тысячи Двести Ватт Часов Узнаете Цифру То есть Кингсон К нам Говорит Что у Нас Мощность Данного Двигателя 3300 Ватт И Аккумулятор У нас В диапазоне Рабочем 2555 Способен Отдавать Как раз таки 3200 Ватт Часов Долгосрочно Честно Честно Хорошо Опять Обращаемся К пункту 2.9 Согласно Данной Инструкции А это Я напоминаю Официальный Документ LG На данный Тип Аккумуляторов Которые Они Гарантируют Качество Своей Продукции Согласно Температ Согласно Даташиту При температуре От 10 Градусов До 25 Градусов По Цельсия Данный Тип Аккумуляторов Долгосрочно Можно Разряжать Токами 3С То есть В 3 раза Превышающим Емкость Аккумулятора Это Является 14.5 Практически Ампер 14.4 Ампера Опять же Мы берем Номинальный Вольтаж 111 Вольт И Умножаем На 14.4 Ампера Что мы Какую мы Мощность Получаем Мы получаем Мощность 1598 Ватт То есть Мы можем Снимать С одной Параллели Практически Полтора Киловатта Мощности Умножаем На 4 Параллели Которые Здесь Находятся И мы Получаем Мощность 6393 Ватта Опять Дорогие Друзья Вы узнаете Эту цифру Да То есть Максимальная Мощность У нас Кингсон Заявляет Порядка 7,5 Киловатт Батарея Способна Нам Значит Отдать Мощность 6,5 Киловатт За это Ручается LG Производитель Да Двигатель У нас Способен Переработать Мощность 7,5 Киловатт Знакома 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 И вот Теперь Дорогие Друзья Я Хочу Вас познакомить Самым Главным Самым Главным Так как Мы Жители России Самым Главным Пунктом Который Вы Должны Знать И Возможно Да Кто Поумнее Да Кто Понимает Вспомнит Те Самые Знаменитые Сборки На Аккумуляторах LG 50 Т Которые Были В Которые Горели В сборках У Гатвея А я Хочу Вам Сказать Что LG M50 LT Это Продолжатель Тех Самых Аккумуляторов LG M50T Единственное У них Изменили Химию Немного Да И Температурный Диапазон Если Вы Хотите Просто Для сравнения Найдите В интернете Даташит На LG 50 И Сравните С ЛТ То Вы Увидите Что Там Все Те же Самые Технические Характеристики Практически Они Немного Уменьшили Внутреннее Сопротивление На Новых ЛТ Аккумуляторах Емкость Осталась Та же Увеличилось Количество Циклов Перезаряда ЛТ Элементов До Тысячи Раз Его Можно Без Потери Емкости Разряд Заряд При Вот Если Соблюдая Вот Эти Вот Температурные Режимы Да То Есть Производитель LG Он Дает Гарантию Да Это Официальный Документ Если Вы Закупите Партию Там Ячеек LG И Допустим Будете Соблюдать Все Инструкции Которые Вам Предостав Вил Производитель То Вы Выиграете Любой Суд Если В случае Чего Если В случае Там Какой Нибудь Неполадки Да Аккумуляторов Которые Могут Произойти Да То есть Вы Понимаете Это Официальный Документ Ну Значит Мы Отвлекаем Так Вот Друзья Мои Согласно Пункту 2.9 Максимальный Разряд При температуре От Минус 20 До 10 Градусов Цельсия Составляет 05 С Что Такой 05 С 05 С Это 2.5 Ампера Это В 6 Раз Меньше Той Той Самой Мощности Максимальная Которая У нас Способна Отдать Батарея Буквально В диапазоне Близком 10 25 Градусов Да 05 С Это 266 Ватт На Одну Параллель Суммарно С 4 Параллелей Мы Можем Снять 1 Киловат Мощности 1 Киловат Мощности И У Меня Собственно Вопрос Да А мы Где Живем С вами Дорогие Друзья У Нас Так Часто Погода Бывает 10 25 Градусов Чтобы 3 Киловат Можно Было Постоянно Снимать С Этого Двигателя Нет И Собственно Поведение Колеса Мне Начинает Когда Я Посмотрел На Даташит Вне Поведение Данного Колеса Точнее Даташит Объяснил Все Вот Эти Технические Решения Которые Кингсон Сделал В Своем Моноколесе То есть Он До 30 Километров Час Он Не Едет Совсем Если Вы Посмотрите На Логи Которые Когда Вы Едете На Нем До 30 Он Ограничивает Мощность Максимально Пытается Ограничить Мощность До 30 Километров Час После 30 Километров После 30 Километров Он Просто Открывает Устает Сопротивляться И Открывает Вам Доступ К До 3 Киловат И По Достижении Максимальной Скорости Ну Там На Сопротивление И так Далее То есть Он Действительно Выдает Там Пиковые Там По 5 6 Киловат Мощности Но До 30 Километров Он Пытается Максимально Задушить Разгон Максимально Кингсон Сделал Вот Такие Хитрые Уловки Он Дал Вам Возможность Опустить Педали Выдвинуть Их Вперед Чтобы Вы Пренебрегли Рекомендациям Так Скажем Заложенным В Контроллер Они Постоянно Пытаются Новые Прошивки Прислать Я Кстати Как не пытался БМС Прошить Так У меня И не Получилось Кстати По поводу БМС Тоже Очень Интересный Момент Они Сделали Умную БМС Которая Балансирует Ячейки Показывает Вам Состояние Ячеек То есть Вы можете Зайти В приложение Посмотреть Состояние Ячеек Но Я хочу Вам Сказать Что Данная Функция Она По большей Степени Я бы Сказал Вызывает Больше Фобии Чем Как В какой-то Пользе Вот мне Если честно Да Абсолютно Безразницы Вот 120 Ячеек Здесь Находится Да Если Одна Выйдет Из строя Да Каким Образом Мне скажет Об этом Колесо Но Смотреть Каждый День На В При Каждой Зарядке И Посмотреть Мне Все 120 Ячеек Это Ну Так себе Да Занятие Если Одна 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 Них Выйдет То В любом Случа Это Уже Колесо Должно Вовремя Проинформировать Вас О том Что Батарея Неисправна А А И Она Требует Либо Замена Либо Сервиса Поэтому Как функция Да Умная БМС Это Хорошо Но Фундаментальная Проблема У данного Колеса Это Другая Точнее Фундаментальная Проблема У Ячеек LGM 50 Т А Теперь LT Да Это Температурный Диапазон К сожалению Данное Колесо Под Наши Реалии Не Подходит Практически Никак То Если Вы Берете Это Колесо В Надежде Вы Гидроизолируете Что Вы Будете Ездить На Нем Зимой То Вы Совершаете Большую Ошибку На Элементах 21700 LG 50 Т М50 ЛТ Ездить Крайне Крайне Я не Рекомендую Вам Ездить И Не Рекомендует Вам В первую Очередь Ездить В такую Погоду Производитель Этих Аккумуляторов Что Такой 1 Киловат Для Этого Двига 1 Киловат Это Кингсон 14 М Вы Представляете Мощность Кингсон 14 Или Там Кингсон 16 С Да У него Там По-моему Полтора Я могу Ошибаться По-моему Полтора Киловат У него Номинал То есть Вы Покупаете Моноколесо Мощнейшая Вы Думаете Что Это А по Факту Вы Не Можете Пользоваться Еще Кингсон Сделали Они Что Сделали Они Сделали Свои Аккумуляторные Блоки Засунули В Алюминиевые Боксы Мы Все Знаем Что Алюминий Имеет Высокую Теплопроводность И Соответственно То есть Представляете Вот Железные Боксы Вы Вы Вытащите На улицу А на улице Допустим Минус Там Допустим Ноль градусов Да Насколько Быстро Остынут Эти батареи Вот скажите 15 минут 10 минут Ну хорошо Вы выехали А если вам ехать Час Больше А если вам нужно Ускориться Зимой Проехать Там Допустим Вы решите Проехать 50 километров Что тогда А тогда Друзья мои Давайте Вспомним Тот Самый Кингсон Кэс 20 Который Гарен В Нью-Йорке Когда Клапаны Внутренние Не выдерживают И Батареи Вытекают Там Произошло Замыкание Да По Утечке Электролита Потому что Те Колеса Которые В Нью-Йорке Были Отправлены Первые Они были Разблокированы По мощности На низах Естественно Это были Рекламные Колеса Которые Должны Были Показать С лучшей Стороны И когда Средняя температура В Нью-Йорке 4 градуса И туда Отправляют ЛГМ50LT То Естественно Через месяц Эти ячейки Выходят Из строя Как Те Легендарные Зеленые Контроллеры У МСП Когда ЛГМ50T Стояли Когда И в хвост И в гриву Там На С30 Моторе Просто Их Эксплуатировали В В диапазоне Не предназначенном Для их Работе То же самое Происходило С Николами На ЛГМ50T Когда Зимой На них Газовали Там Когда Выдавали Мощность Гатвей Он очень Аккуратно К этому Подходит Он Он Когда Осознал Свою Проблему Да Они Тоже Уменьшили Стартовые Токи Вот эти Вот Чтобы Контроллеры Не продавливались Точнее Начали Продавливаться Черные Контроллеры Ну Кто знает Тот Поймет Да Что Там Глупцы Всякие Пишут Они Давятся Как Говно Якобы Гатвей Делает Этот Вернули Бы Они Зеленые Контроллеры Нет Ребята Нет Зеленые Контроллеры Это Прошлое Это Ошибки Которые Совершил Производитель И Когда Были Вам Слизов Доступны Полная Полная Мощность Аккумулятор Аккумулятор Сборки Была Вам Слизов Вот Кингсон Переосмыслил Свою Ошибку Они Быстренько Назвали Колесо С22 Чтобы По запросу С20 В ютубе Это Всегда Можно Найти Как Горит Это Колесо А С22 Якобы Это Другое Колесо Колесо У нас На самом Деле Все То же Самое Все Те Самые Ячейки Вот Пожалуйста Вам Правда Вот Он Документ Согласно Него Пользоваться При температуре Менее 10 Градусов Данным Колесом Нельзя Это Факт Факт Это Официальный Документ И Это Факт Как Бы От Вас Не пытались Скрыть Эту Правду Вот Пожалуйста Поэтому Кто Насмотрел До Этого Момента Ставьте Лайк Думайте О том Что Нужно Вам Это Или Нет Но Большинство Колес Кстати Построено На Этих Элементах Вообще Это Очень Интересная Тема Эксплуатация Колеса Зимой Поэтому Кто Хотел По Сугробам По Бездорожью Гонять Зимой То Это Колесо Не Для Вас Как То Так Поэтому С Даташитом Мы Заканчиваем Собственно Мы Понимаем Да Откуда Растут Ноги У Нас Почему У Нас С 20 Внезапно Сняли Якобы С Производства И Сделали С 22 И Почему До 30 Км В Час Производитель Максимально Не Хочет Вам Отдавать Эту Мощность С Батареи Я думаю Вам Понятно Кому Подойдет Данное Колесо Кому Подойдет Данное Колесо И Для Чего Вообще Оно Нужно Ну По Поводу Внешнего Вида Я Конечно Напел Огромные Дифферамбы Я считаю Наверное Наговорил Сегодня На часа Два Внешний Вид Конечно Красивый Но Для Чего Это Колесо Оно Абсолютно Не едет До 30 Км В Час Оно Сделано Для Того Чтобы Ездить Свыше Кила Если Я заметил Такую Особенность Когда Я Первый Раз То есть В потоке По проезжей Части Ехал Я Попытался Притормозить До полной Остановки Перед Машиной И Потом Когда Я По привычке Как на Мастере Когда Я Нажимаю Я В потоке Держусь Абсолютно Нормально И Это Колесо Никуда Не едет Как Свинью Которую Надо Бить И Вот Он Злится Потом Разгоняется То есть Нужно Чтобы Ездить Нормально Нужно Ездить Свыше 30 Км В час Чтобы Чтобы Держаться В потоке То есть Средняя Скорость Должна Быть Выше По Москве Ездить Абсолютно Грязное Колесо Которое Неудобно Собой Брать В общественный Транспорт На работу Передвигаться Куда Я думаю Есть Прекрасный Прекрасный Хотелось бы Обратиться К Сонгу Откровенно Вы сделали Какое-то Дерьмо Честное Слово Вы сделали Красивый Дизайн Прекрасный Свет Но В плане Функционала Это колесо Оно Никуда Не годится Для бездорожья Оно Не подходит Ладно Там Если Готвей Сделал Мастера Который Там Просто Просто Он У него У мастера Нет этих проблем У него Полка От нуля До 60 У него Нет ограничений Вы встали И вы едете До 60 Км в час Это не Кингсон Который Оно Оно Отормаживает Оно У мастера Есть Высокоток Где вы Можете По Бездорожью Гонять У него Работает Подвеска С коробки Которую Не нужно Ничего Делать С ней Вы просто Накачиваете Амортизатор Колесо Протягиваете И Просто В леса Уезжаете И там Просто Вжариваете В любые горы Оно вас тянет Затягивает Для чего Нужен Кингсон В городе Нахрен Он не нужен Это Это свинья Грязная Не нужна В городе По бездорожью Так он Не тянет Он еле Еле Тянет Себя На низах Хрюкает Не едет Мощности У него Нет По проезжей Части Гонять А надолго Ли хватит Батареи 2200 Ватт Часов Ну хорошо Давайте Рассчитаем 2200 Ватт Часов И 3 Киловатта Если Допустим Он будет Потреблять В среднем Ну пусть 2,5 Киловатта Что это 40 минут Вы проедете Через 40 минут У вас Кончится Батарея Ну подытожим Да Наверное Подытожим Значит Колесо имеет Прекрасный вид Из плюсов Хорошее Головное Освещение Прекрасные Упоры Хорошую Ручку Футуистический Дизайн И на этом Наверное Все Для чего Это колесо Я так и не понял Его Главное Предназначение Для меня Осталось Загадкой Допустим Рассматривать Его К покупке Как Себе Я бы Не стал И Наверное Даже Не стал Никому Его Советовать Потому что Я даже Не могу Ответить На главный Вопрос Для чего Оно Нужно Но Просто Как Украшение Которое Будет Стоять У вас Дома И Вы Периодически Будете Выезжать В Экипид Якобы Такой Красивый На этом Моноколесе и все для динамичной езды яма зачем мне это моноколесо я могу взять 100 вольтовая там мсп она до 30 километров час хотя бы разгоняется по динамичнее чем вот этот свинтус дорогая бестолковая игрушка у которой не работает подвеска и которая не будет работать даже близко не будет работать как допустим у того мастера если хотя бы я бы я про мастера хотя бы знаю для чего оно нужно мастер мастер это колесо для отдыха и я его даже и у меня нету даже мысли продавать его а с 22 поэтому не судите строго я честно хотел сделать честный обзор я пожертвовал своим колесом чтобы другие люди могли почувствовать да эту силу готвей да а я мог прочувствовать то есть понять философию king song с 22 но к сожалению к сожалению я его так и не понял это моноколесо не для меня однозначно я хотел понять его но не смог и не ответил на главный вопрос для чего оно нужно поэтому делайте выводы сами покупайте с 22 и не покупайте с 22 такой вот получился обзор ставьте лайки дизлайки всем пока дизлайки всем пока дизлайки всем пока